Мир вам! С вами Пролетарский Камень, где мы, вооружившись передовым научным знанием, которое, кстати, запрещено на Украине, объясняем процессы в государстве. Да, в действительности наука у нас сведена к пению гимна, это гуманитарная наука, ну и трезубцам из соломы, это наука у нас естественная. Давайте сегодня займемся небольшой арифметикой и подсчитаем количество правоохранительных органов в Украине, простите, чуть не совершил государственное преступление. Я себе немножко здесь набросал по памяти. Прокуратура, славная прокуратура имени Луценко, которую даже могут возглавлять люди, не имеющие не то что опыта работы в правоохранительной системе, а даже не имеющие соответствующего юридического образования. Но ничего, главное, что ты кум президента. Служба безопасности Украины, это вообще героическая служба, которая лично остановила Путина, а также бойцы которой десятками и сотнями полегли, защищая Крым, или не полегли, ну то ладно. Украина, полиция, но полиция имени Авакова, о ней вообще можно не говорить. Государственное бюро расследований, служба внешней разведки, да-да, Украина, оказывается, проводит внешнюю разведку против вражеских государств. Погранслужба, имеющая свои оперативные подразделения. Управление госохраны, это то самое управление, которое защищает в том числе президента, и бойцы которого засветились в грубых провокационных действиях против обычных граждан, которые хотели задать пару вопросов в Голобородьке. Налоговая полиция, да-да, она все-таки существует. Все ее хотели отменить, закрыть, даже Яценюк в свое время обещала. Ну зачем резать курицу, которая несет золотые яйца? Органы исполнения наказаний. В рамках этих органов есть специальное оперативное и следственное подразделение. Главное управление разведки, да, при генеральном штабе, наша военная разведка. НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое сажало-сажало розенблата, но так и не посадило. Таможня, имеющая также свои оперативные подразделения. Военная служба правопорядка, а также бесчисленное количество всяких муниципальных вард, дружин и прочее, и прочее, и прочее. Сколько же все эти органы проедают денег? Давайте посмотрим на график. Министерство внутренних дел является рекордсменом. Теперь посмотрим конкретно по силовым органам. В действительности огромные деньги, не правда ли? И как, граждане, вы почувствовали себя защищенными? Вы чувствуете, что вы можете безопасно ходить по улицам? Вы видите, как упал криминал? Как обстановка складывается благоприятная? Вы живете практически в самой безопасной, потебедной стране Европы? Нет? Не почувствовали? Почему же? Может быть, не вас, не ваш покой, не покой трудового народа охраняет вот этот весь карательно-репрессивный аппарат? Так кого же? Наверное, он охраняет олигархат, чиновников и компрадорскую буржуазию, которая захватила власть. Налицо признаки так называемого полицейского государства. Полицейское государство рождается в странах, как правило, колониального типа. А ранее в наших передачах мы рассматривали признаки того, что Украина является колонией. При возрождении национально-освободительного движения и в тех случаях, когда буржуазия хочет подорвать всякое народное сопротивление. Мы можем обратиться к правовой науке, которая нам говорит следующее, что полиция, а именно в полицию была реформирована украинская милиция, порожденная Великой Октябрьской революцией. Полиция – система особых органов государственного управления в эксплуататорских государствах, осуществляющих в интересах господствующих классов охрану буржуазного государства и установленных им порядков и действующих методами прямого принуждения и террора в отношении трудящихся. Видите, налицо все признаки нашей так называемой полиции. Под этим собирательным образом, конечно, говорится о полном спектре карательно-репрессивного аппарата, включая также охранные органы службы безопасности, контрразведки, которые славятся ловлей террористов, журналистов, распространителей фейков про коронавирус, а также почтальонов, которые угрожают существованию государства Украины. Еще одним характерным признаком полицейского государства для современных капиталистических государств характерно также объединение полицейского аппарата с так называемыми охранными террористическими организациями, создаваемыми буржуазией для подавления сопротивления народа. Ну, давайте поговорим сейчас о С-14, о нацкорпусе, которое для прикрытия зашифровано под политические и общественные движения. Но мы прекрасно знаем, в чьих интересах они работают, для кого они выполняют грязную работу. Видите, если открыть учебник и почитать, то все становится на свои места. И совершенно неожиданно всплывают подробности того, что весь наш карательный аппарат работает в интересах олигархов, при этом существует за счет украинских налогов, иногда превращая правоохранительную систему в профанацию. Вот давайте посмотрим на типичный пример полицайки или полицеянтки, да простят меня феминистки, которые отрицают женственность. Скажите, пожалуйста, вот эта вот девушка, приятная и симпатичная, нарушающая все уставы формы одежды, а также безопасности, с распущенными волосами, в юбке, на каблуках, выходя на патрулирование улиц, какого преступника она сможет задержать? Каких плохих мальчиков и как она собирается ловить с такими ногтями? Зато штатная единица закрыта. Зато она получает зарплату из наших с вами налогов и уйдет на пенсию и будет получать пенсию из наших с вами налогов. Однако кого она защитит? С вами был Пролетарский Камень. Всех благ! КОНЕЦ